Приветствую всех собравшихся, кто очно и кто удаленно участвует в этом мероприятии. Вот накануне пандемии в общественном палате проводился круглый стул примерно на такую же тему, и ставился вопрос о строительстве культовых зданий, об использовании жилых помещений, земельных участков. И по итогам этой встречи были разработаны ряд предложений, рекомендаций, были даже направлены в органы федеральной власти. Однако, как показалось, ситуация абсолютно не изменилась. Вот мы сегодня всем несколько иначе обозначили то, что назвав право на молитву, но, как предыдущий выступающий сказал, о том, что и право на совместную молитву, право на коллективную молитву, но тесно связано с обеспечением места, где можно завершать эту молитву, место проведения богослужений и иных встреч верующих. Что говорит закон? Закон нам гарантирует, это право представляет, можно сказать, полные гарантии. Вот смотрите, какая прикрасна статья 16 закона свободы и совести, которая звучит так, что религиозные организации вправе основывать и содержать культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для богослужения молитвенных и религиозных собраний религиозного паломничества. В следующих статьях этого же закона, это статья 21, 22, говорится о том, что вот эти места и культовые здания и иные места, религиозная организация может иметь в собственности. 22 статья закона говорит о том, что религиозные организации могут и государственными, 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 муниципальными органами и гражданам предоставляться вот эти места для проведения богослужений. Вот, эти нормы закона, вот, они полностью корреспондируются с международными нормами. Если вот обратиться даже вот к известной декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религиозных убеждений, это декларация, утвержденная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 81-го года, и итоговый документ Венской встречи абсолютно повторяет те же самые нормы. Россия не снимала себе обязательств по исполнению международных обязательств, международных договоров. Более того, в соответствии с конституцией, они являются частью нашей правовой системы. То есть, казалось бы, проблемы, абсолютно проблем нет. Но, что мы видим на практике? Как, знаете, как, наверное, в том анекдоте, когда спрашивают, я имею право? Да, конечно, имеешь. Значит, я могу? Ну, нет, ты не можешь. Вот, и, ну, вот, как бы не банально звучало, на самом деле, это вот сегодня это выглядит так. Одна из озвученных проблем сегодня – это вопросы возврата культовых зданий, ранее принадлежащих региональным организациям. Да, это очень серьезная, актуальная проблема и в большей степени, конечно, касается исторических, традиционных для России конфессий, католикам и, ну, уже в меньшей степени, наверное, протестантам. Там, там, что касается Литерана, еще меньше других конфессий. Но вот сегодня актуальная проблема для многих – это какая? Это выделение земельных участков, это получение разрешения на строительство, это согласование, реконструкция уже приметенных религиозных организаций, не культовых зданий, но перепрофилированных для внешнего помещения религиозного значения. Вот эта проблема сегодня достаточно серьезная. Если вспомним нашу историю, то, ну, в начале 90-х, ну, даже, можно сказать, 90-е годы, вот кто-то смог получить и землю, и получить здание, вот, и землю для строителей, и здание для реконструкции. Но к концу 90-х, вот эта вольница, наверное, она закончилась. Она закончилась, и что мы имеем сегодня? Вот, допустим, я не могу привести пример ни одного случая за последние секции 20 лет о том, чтобы, например, протестантская религиозная организация была предоставлена земельный участок для строительства валютного здания. Такого не было. Можно очень позитивно относиться к инициативе наших властей о представлении земельных участков о строительстве культовых зданий для, наверное, ну, может быть, самой, не может, а самой традиционной религиозной конфессии, так, кто проект, там, московский проект, там, 200 храмов шаговой доступности. Да, это вызывает уважение, вызывает поддержку. Но, а что, разве у нас никого других нету? Вот, и сегодня представитель мусульманского сообщества Росстополя. Вот, по всей Москве, по всей Москве, это, имеется четыре, четыре мечети. Вот, на все обращения о выделении земельных участков, я уже не говорю, там, поддержки освоения этих участков для строительства зданий. Об этом речи уже не идет. Просто дайте, предоставьте возможность и не мешайте. Однако, что мы видим, с чем сталкиваемся? И, опять-таки, ссылка на наше законодательство, которое, я больше привел уже нормы, которые представляют, казалось бы, полные гарантии. А ссылка на что? На общественное обсуждение, на публичное слушание, что там жители того или иного района не поддержали вот эту инициативу. Я по этому поводу уже было не одно выступление, вот, а насколько вообще целесообразно, правильно, насколько в основном применять вот это положение градостроительного кодекса, самым частым слушанием, применительно к строительству культовых зданий. Вот, просто вот задумайтесь. Вот, я, пусть даже самый толерантный, вот, я проживаю в каком-то месте, и вдруг там, вблизи моего дома, намеревое сопровождение по какой-то стройке. В любом случае, с моей стороны, этому будет протест, что бы там ни строилось. Уже не говоря о том, что там будет строиться культовое здание. Вот, и насколько нужно быть толерантным для того, чтобы, там, будучи православным, поддержать строительство мечети, или же наоборот. Я уже не говорю о том, что о строительстве культового здания для иных меньших конфессий, как то для протестантов. Поэтому, вот, обращение к так называемому, по-другому я могу сказать, к общественному мнению, это просто отговорка. Это просто прикрытие того, прикрытие незелания решать эти вопросы. А причем, общественные обсуждения, они касаются не только, там, каких-то выделений земельных участков. Это касается даже и реконструкции существующих зданий. Допустим, модельно-занализация предвела там здание административного назначения и намели его перепрофилировать или пройти реконструкцию с тем, чтобы это было культовое здание. Опять-таки, нас отсылают к общественным слушаниям, которые, ну, можно сказать, на 100% уверены, что никогда поддержки этому не будет. Регионные организации, конечно, как могли за последние два или более даже десятилетия, как могли решать этот вопрос. Приобретали там жилые помещения, приобретали землю для индивидуально-жилищного строительства, строили здания как жилые помещения и использовали их для проведения проживания. Приобретали административные здания. Как-то их реконструировали, даже до сих пор не имелся профиль этих зданий, но такое же позволяет проведение богослужений в жилом помещении и в иных нежилых помещениях, которые принадлежат религиозной организации на праве собственности. И какое-то время действительно эта проблема, пусть таким непрямым, таким окольным путем, она, эта проблема решалась. Но потом, в 16-й год, вот известный закон Яровой, который вел регулирование, с одной стороны, миссионистской деятельности, а с другой стороны, вел такую норму, например, жилищный кодекс о том, что жилое помещение может быть перепропилировано для использования в религиозных целях. Чем обоснована эта норма? Абсолютно непонятно. Она касается абсолютов тех, в том числе, она касается и православной церкви, причем потому что большое количество передаваемое, возвращаемое ей жилых и нежилых помещений, вот, то, что лишается возможности перепропилировать помещение в религиозном значении, если уж прямо следовать буквы закона. Вот, в ноябре 2019 года было постановление Конституционного суда, вот, как раз, жалобу, которую готовила наша Центра, наши адвокаты, это жалоба по делу, уже известному Гламодиновой, когда Конституционная суда указала то, что жилое помещение может использоваться и предназначено не только для удовлетворения материальных, но и духовных потребностей граждан, и указала на приверженность тому, что религиозная организация вправе проводить богослужения в жилых помещениях, что это не образует состав административного правонарушения, как то не использование земельного участка. Ну, правда, указался некоторый оговорка о том, что вот это не распространяется на те случаи, когда жилое помещение фактически утрачивает свой статус и становится культовым зданием. Но это опять такая оговорка, вот такое оценочное понятие, то, что к чему может вести, изменилось здание своими значениями или нет, опять-таки оценка на усмотрение местного чиновника. В январе 2020 года Крестовский суд вынес определение, это по жалобе Церкви Святых и Суд Христа в последних дней, не знаю, правильно ли выразился, вот, это то, что касается административных зданий. Суд опять, уже ссылаясь на состоявшееся аналогичное обещание, указал, что административные здания, даже не имеющие предмета, религиозного значения, могут использоваться религиозные организации для проведения богослуживания. То есть, вроде какая-то работа ведется, но вот даже вот я с чего начал свое выступление, по круглому столу, в частной палате, это в конце 19-го года выработаны были рекомендации, предложения, а что изменилось? Какое движение в этом направлении мы видим? Поэтому эта тема, которую я сегодня поделил на этом круглом столе, она по-прежнему остается актуальной. То есть, мое предложение, если будет приниматься по итогам этого круглого стола, какой-то итоговый документ, то я бы обратил внимание на то, то, что и необходимость исключения из жилищного кодекса вот этой нормы о недопустимости перевода жилого помещения в нежилое для использования религиозных целей. То есть, получается, что просто перевести в нежилое, жилое помещение в нежилое можно, но не для использования в религиозных целях. Ну, я уже как адвокат, я уже несколько проигрываю ситуацию. А если мы берем и переводим в жилое помещение просто в нежилое помещение, а потом это нежилое помещение, уже как второй этап о том, что переводим в помещение религиозного значения. Были здесь нарушения? Но, опять-таки, можно как угодно это приобрести. И, конечно же, конечно, я думаю, что и абсолютно все должны быть заинтересованы в том, что вопрос и выделения земельных участков, и строительства пультовых зданий, и реконструкции зданий перепрофилированных двигательных целей ни в коем случае не должен направляться для общественного обсуждения. Это противоречит просто здравому смыслу и вносит такую избирательную практику. Потому что самообщественные результаты, общественные службы же нет. Они же не являются обязательными. Они являются рекомендацией. Но в то же время применяются как удобно. С одной стороны, могут на него сослаться, с другой стороны, его могут приобретать. Ну, вот явный пример, то, о чем сегодня даже очень мягко говорил Альберт Радкин. То, что здание нежилое, получили разрешение на реконструкцию, и тут начали все проблемы. И ссылка на что угодно может быть. Но на протяжении уже 20 лет проблем не решается, и все посугубляется. И таких примеров можно сегодня принести массу. Когда сама организация религиозно купила, сама строила, перестраивала. И однако сталкиваются с непредиментами. При всем том, что закон, о чем нам говорится, что религиозные организации в праве осваивать, в праве содержать места для проведения оборудования. А дальше идет следующая часть о том, что проводится беспрепятственно. То есть, наоборот, ну, как бы, все для этого создано. Но на практике мы что имеем? Имеешь право? Да, имею. Могу, нет, не можешь. Поэтому вот такие два предложения, которые я хотел нести. Если будет приниматься, как-то орицариваться, то крупного слова. Спасибо. Владимир Васильевич, огромное спасибо. Я, вот, слушая вам вас и выступления, читая статьи адвокатов КПРО-ЦЕНКО, все больше приходит мнение, что как-то растет вот этот дразор, этот пробок между самим законом и его правовыми трактовками. Как-то они все более отдаляются друг от друга и становятся все больше вот такого комбонентаризма на местах последнего региона. Да. Это больше про то, которые выходят за какие-то претензивыкальные рамки. Спасибо.